Всем привет! Хотелось бы вам показать очередные пустые баночки. Давайте смотреть, что же закончилось. Итак, первым делом покажу вам соль. Еще две. Сейчас мы их порежем. Натуральная соль мертвого моря. Просто соль. И вот такая вот необычная для меня, потому что тут пакетик с успокаивающим сбором. Я не прочитала вначале инструкцию. И я думала, что там такой же пакетик, как и был до этого. Но вот эту соль я хоть и покупаю, хоть у меня в запасах и есть, но я впервые попробовала. Оказывается, этот пакетик нужно было заваривать. Поэтому я уже не стала, так сказать, нарушать свою процедуру. Я просто взяла в стакан в ванной. То есть так же горячей водой залила. Ну, конечно, это не был тот самый состав сбора этого. Ну, в общем-то, немножечко испортила, но все же использовала. Так, давайте разрежем. Все. Одной упаковки на один раз не хватает. Кстати, очень хорошо смягчает кожу. Мне нравится, что целлюлит разглаживает. Упаковка, которую я резать не буду. Так, эти оставлю тут в кадре. Это очередная для ног маска отшеглушивающая. Насколько я посмотрела, у меня вроде бы их нет больше. Поэтому все, закончила и хорошо. Так, следующая огромная маска. Так вот ее положу. Зеленая маска с чаем мачо. В общем, мне понравилась. Это гидрогелевая. Конечно, они занимают огромное количество места, скажем так. Ну, их можно стоя хранить. Просто она никак не сгибается, не сворачивается. Вот такая вот огромная махина у меня находится. Также у меня закончился скраб-маска очищающая. У меня их две. Точнее, ну, два вот этих, две упаковочки. Буду вторую тоже заканчивать. Кстати, вот я оставила вот такую дырочку, потому что сейчас я буду тут немножечко с косметикой перепрессовывать, перерезать тут кое-что. И я хочу в этой баночке хранить временно, немножечко похранить и выбросить, так как мне не хочется какую-то другую банку доставать. Это уже готово. Почему бы нет? Так, закончился отревгош. У меня их два вот таких према. Это комплименты за покупку. Закончился маленький, удобненький. И закончилась очередная отшелушивающая сыворотка. Вот так вот она выглядит от Эвелин. В общем-то, у меня их еще в запасе несколько есть. Использую сейчас, пока, скажем так, позволяет погода. Так, что-то у меня тут раз фокус полный. Способ применения. Ежедневно вечером наноси 3-4 капли сыворотки на очищенную кожу лица, шеи и декольте, испекай области вокруг глаз. Утром смой сыворотку, нанеси крем с фиолетовым фильтром. В общем-то, наношу только на шею и на лицо, на декольте не наношу. Срок годности у всей вот этой партии, которую я купила до 25-го, 11-го, 25-го. То есть еще и следующий год можно использовать. Надеюсь, конечно же, что я более активно эти сыворотки использую. Сейчас за вот этот промежуток времени остатки уже у меня останутся на осень. Хотелось бы, знаете, даже до осени все это использовать. Может быть, вот как раз-таки на декольте они пойдут. Пипетки, кстати, удобные, но до дна пипетка не доходит. И еще один минус. Из пипетки вот покажу уже. Исходя из того, что несколько закончилось, в пипетке остается средство. И так вот все время вот оно остается. Изначально начинаешь, вот и пипетки там много всего остается. Прям вот никак она оттуда уходить не хочет. Я вот как уже не пыталась, никак. В общем-то, ну, исходя из стоимости данного продукта, это, конечно же, нормально. Но если бы это стоило бы 5-6 тысяч, то мне бы это не понравилось. Эффект, кстати, что вот от дорогого продукта, что от бюджетного. Я до этого, когда вела Project Pen, использовала сыворотку люксовую. И не одну, и несколько. И вот знаете, что сейчас пользуюсь этой, что до этого пользовалась дорогими. И все одно и то же. Реально, я не вижу какой-то прям такой существенной разницы, чтобы была так, что, не знаю. Не вижу смысла переплачивать вообще. Если за крем для лица там или за какую-то маску я могу там заплатить и реально что-то подороже купить, то за это я вообще не вижу смысла за что переплачивать. Потому что результат один и тот же. Кстати, вот пока я сейчас с вами болтала, я пыталась тут чуть-чуть что-то достать. И вот такая вот она. А такая же красная, как и все, малиновая, разносится. Запах какой-то есть, но... Ну вот я когда наносила, особо его не чувствовала. То же самое действие, если, например, ну допустим, вы какое-то высыпание убрали и там такая микроранка осталась, вы нанесете эту сыворотку. Ну да, запах какой-то имеется непонятный. Ну не отталкивающий, но он очень легкий, прям нужно носом туда засовываться. То-то, конечно, щипало. Вода, естественно, будет щипать. Но все отлично. Кожа кусками не сходит, не отшелушивается. Так, что вы знаете, утром вы встали, а у вас все в чешуе. Не очень разделяю мнение тех, кто пишет, что это дешевое. Это вообще неприкодно для использования. Мне кажется, если пользоваться ежедневно бюджетной косметикой, то эффект будет примерно плюс-минус такой же, если ты будешь пользоваться и люксовой косметикой. Все зависит, наверное, еще от того, какое состояние кожи, что ты кушаешь, как ты отдыхаешь, высыпаешься и так далее. Но если пользоваться вот одной сывороткой в год от люксового бренда и растягивать ее там по одной капельке раз в неделю, то эффекта не будет. Лучше купить что-то бюджетное и пользоваться как нужно, чем вот так вот себя, не знаю, как это, мучить. Вот так, в общем, такие вот у меня небольшие, но пустые баночки. Всем спасибо за просмотр, всех целую, всем пока.